Семенские автобусы уже вышли на дачные маршруты. Как будет выглядеть расписание в этом сезоне, расскажет заместитель директора Тиме-Игортранса Дмитрий Новоселов. Присоединяйтесь к беседе и вы телефон в студии 682-147. Дмитрий Михайлович, доброе утро. Как я вот сейчас сказала, уже вышли, но я понимаю, что выйдут все-таки они 19 числа. Да, 19 апреля в полном объеме. Начнем перевозить наших садоводов к местам их отдыха для работы для кого как. Так, значит, всего будет задействовано для перевозки садоводов 37 маршрутов. На них по выходным дням будет работать 87 автобусов, по будням 65. Но вот 19 апреля они все планово разом выйдут? Да. Надо сказать, что в этом году маленько по-другому спланировали начало так называемого дачного сезона. Прошлые годы всегда выходили поэтапно. Сначала в воскресенье, потом часть автобусов в будни начинала ходить, затем начинали работу в полном объеме. В этом году, 19 апреля, все дачные маршруты единовременно заработают и начнут перевозить наших дачников. Ну вот я сколько не ездил на дачу, да, к своей бабушке, вечные очереди на остановках, забитые автобусы. Вот как вы считаете, вот этих 80 хватит? Мы считаем, что их достаточно будет в любом случае, но мы как бы понимаем, что время на месте не стоит, ситуация может меняться. В настоящее время мы не видим каких-то определенных предпосылок для изменения пассажиропотока. Но если вдруг что-то там случится, у нас есть обратная связь, мы контролируем пассажиропоток. Есть люди, которые специально считают пассажиров. Когда откроются дачные маршруты, мы этому обязательно внимание уделим отдельно, потому что это важная часть нашей работы. И дачники являются очень активными жителями нашего города. Если что-то там происходит на их маршрутах, они сразу звонят во все справочные службы, обращаются к нам в департамент дорожной инфраструктуры. Получается, есть определенный запас техники, который можно вывести на маршрут? Нельзя сказать, что есть... Вообще запас у автопредприятий всегда есть на случае технеисправности, еще каких-то там ситуаций. Но процесс увеличения количества подвижного состава на каком-то конкретном маршруте, он достаточно хорошо прописан. Есть определенный регламент, что должно произойти. То есть должен быть большой пассажиропоток, его должны обследовать, и потом, соответственно, принимается решение об увеличении количества техники. Вы говорите, есть люди, которые считают людей, естественно. Какие дачные маршруты нуждаются в большем количестве перевозок? На самом деле, количество техники соответствует сложившемуся пассажиропотоку. Есть дачные маршруты, на которых работает 5 автобусов, а есть дачные маршруты, на которых работает 1 автобус. А вот самое большое количество где? Самое большое количество автобусов у нас работает, наверное, больше всего на 135-м автобусе. Это какое направление? Верхний бор. Есть у нас, где количество автобусов небольшое, но мы в этом году его увеличиваем. Это 152-й автобус. У него самый протяженный маршрут по маршрутной сети города Тюмени. Более 80 км составляет кругорейс туда-обратно. Все года работал там один автобус. В этом году будет два автобуса работать, интервал станет более комфортным. Есть еще какие-то изменения в расписании. Мы сейчас о них узнаем. У нас звонок. Доброе утро. Представьтесь, задавайте вопрос. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Это вас беспокоят жители села Лимбаева. Вот такой у нас к вам вопрос. Нам хотелось, чтобы у нас 23-й автобус оставили, как вот сейчас есть. А чтобы со 23-й дачный маршрут пустили прямо по Тавольскому трассу. Потому что, когда начинается дачный сезон, автобусы тут перегружены. И дачникам будут удобные, и нам тоже. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот как раз то, о чем вы говорили, по поводу того, что дачники могут влиять. Вот как жители пригорода или пассажиры могут повлиять на движение автобуса? На расписание и на обвинение. Ну, весь общественный транспорт, в том числе и наше учреждение, работает для жителей в первую очередь. Конечно, они могут повлиять. В частности, такими вот просьбами, просьбами, звонками на информационно-справочную службу, обращениями в департамент дорожной инфраструктуры, либо непосредственно к нам. То есть поступает сообщение, информация проверяется, если она признается правомерной, достоверной. И пожелания жителей не мешают другим жителям ездить на их транспорте. Тогда изменяется расписание. Надо сказать, что общественный транспорт – это все-таки компромисс между желаниями людей. И очень сложно бывает достичь этого компромисса. Один человек хочет ехать в 7 утра, другой в 7.15. И наша задача, как раз одна из важных задач – это достичь этого компромисса. И выписать автобус в 7.07. Что касается конкретного вопроса жительницы, то традиционно, значит, когда дачный сезон начинается, 23-й автобус прекращает действие, начинает движение 143-й автобус. По поводу загрузки автобусов мы, конечно, разберемся. Предложение рассмотрим это. И, соответственно, если жительница контактные данные какие-то оставила, мы ей ответим обязательно. А в течение какого времени этот вопрос может быть рассмотрен и получить отклик, например? Ну, согласно законодательству, у нас на любое обращение гражданина отводится определенное количество времени – 30 дней с момента обращения. Соответственно, этот срок мы и не можем нарушать и в этом случае. Если необходимы какие-то дополнительные действия на обращение, мы, конечно, можем дать промежуточный ответ. Но мы стараемся не затягивать с этими вопросами, так как понимаем, что каждая поездка… Это нервы. Это нервы, да. И, как бы, всем хочется ехать комфортно. Надо понимать, конечно, поездка на дачу достаточно длинные перегоны бывают. Хотелось бы ехать комфортно, может быть, даже сидя. Не всегда это удается обеспечить. Идеальный вариант. На утренние и вечерние часы. Да, но всегда есть возможность, чуть-чуть подкорректировав свое расписание, как в городе, так и на даче, может быть, маленько раньше, может быть, чуть-чуть позже, да, но уехать достаточно комфортно. Да, есть такие рейсы, которые выполняются достаточно с большой нагрузкой, но если чуть-чуть… Ну вот если, да, продолжить разговор, то у нас в конце прошлого года появилась новая цена на автобусы, да, в городе 18 рублей. Что станет с ценой на дачные маршруты? Цена на проезд до дачи, естественно, тоже вырастет. Она зависит от… Длинного маршрута. Да, от расстояния, то есть по зонам тарифицируется. Информация о стоимости проезда обязательно должна быть в салоне транспортного средства. Кроме того, ее можно всегда уточнить по бесплатному телефону нашей информационно-справочной службы. А какой телефон? 8-800-300-19-24. Ну, я думаю, телезрители успели записать или… Да, на каждой практической остановке висит табличка с расписанием движения автобусов, и там написано на телефон нашей информационной службы. Недавно был введен в эксплуатацию новый автобус, двойка, буквально два месяца. Как пассажиры реагируют и насколько разгрузился пассажирпоток? Маршрут получился достаточно длинным. Этот новый маршрут, он связал части нашего города, которые раньше не имели беспересадочной связи. Поэтому пассажиры, безусловно, довольны. Мы получили большое количество откликов наших горожан, благодарностей, в том числе от организаций, объединяющих инвалидов нашего города. Пассажиры, конечно, довольны. Сейчас они могут добираться от восточного микрорайона до строительной академии без пересадок. В других части города также работает большое количество новых автобусов. Есть, конечно, определенные пожелания пассажиров. А какие? Изменить маршрут или что? Есть пожелания, очень много пожеланий в части изменения маршрута. Процедура тоже прописана, она достаточно длинная, но пока не планируем менять схему маршрута номер два. Есть пожелания пассажиров в части работы на данном маршруте кондукторов. Я знаю, что само автотранспортное предприятие решает. Уже на части очередей наиболее загруженных появились кондукторы. То есть идем навстречу. Обращение в городе пожеланий. А что касается возобновления автобусного маршрута номер 47? 11 марта данный маршрут начал обслуживаться пассажирским автотранспортным предприятием номер два города Тюмени. Согласно конкурсу произошла замена перевозчиков. В настоящее время на данном маршруте работают 14 автобусов. Регулярная работа данного маршрута позволила разгрузить проблемы села Антипино. Ну, так скажем, разгрузить транспортную ситуацию там. Очень хорошую регулярность показывает данный маршрут. Ну, пока можно сказать, что его нагрузка на него не такая большая, как мы думали. Да, ну, я думаю, что он, возможно, он наработает, наверняка он наработает своих пассажиров и будет приносить прибыль своему предприятию. Ну что ж, спасибо вам большое за интересную, а главное информационную и полезную беседу. Хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо. Напомним, у нас в гостях был заместитель директора Тюмени Гуртранса Дмитрий Новоселов.